здравствуйте дорогие друзья хочу сегодня сказать вам сказку одну историю которая произошла давным-давно хотя чему-то разве какие-то 600 700 лет это так давно даже по вселенски по вселенским меркам то это вообще секунд а даже по меркам нашего мира ну как это можно сказать вот так две недели две недели этой земли а может быть даже недели так что давно для нас давно для людей для богов совсем и было это в испании времена жестокой инквизиции великолепных королевских приемов времена сеньоров хорошие но опять же жестокие времена в те времена ну не при дворе в столице одно время жил колдун ну в молодости он практиковал магию магию хотя когда она каралась достаточно жестоко каралась инквизиция вообще свирепствовала но знаете насколько королевский двор был подвержен вся знать была подвержена вот этим и попыткам уберечь себя попыткам вернуть удачу расположение короля то есть с одной стороны знаете жестокая инквизиция но даже даже сам великий инквизитор и тут частенько пробегал услугам гадалок и виден но нашему колдуну в конце концов это надоело только в молодости и он покинул столицу и ушел жить в гористую лесную местность стал отшельник ну и с тех пор как он ушел конечно те места где он жил тот район получил не очень хорошую славу потому что местные крестьяне и особенно так сказать священники или стражники всегда в этом месте испытывали жутчайший страх и вся эта местность полнилась историями темных тенях жутких звуков в темноте окри красных глазах каких-то чудовищных животных в общем то хотя но смертей это не было но местность так пользовалась ой-ой-ой-ой порядка кто углублялся в горы по этим лесным тропам но судьба неумолима и в столице в то время тоже всегда были эти ведьмы и колдуны и когда колдун ушел так сказать ну не со службы а из этого из этого города его место заняла его дочь которая ну понахваталась папами видел как он работает что-то хотя он специально ты и не учил но понахваталась осознала свое свою силу и тоже начала и начали ходить тропа тропа вот этих стража не зарастала не зарастала и получила большую популярность и двора дамы и сеньоры ходили ходили и даже как мы понимаем сам великий инквизитор захаживал чтобы получить но какой-то пару советов о его нелегкой службы но говорится жизнь жизнь вносит всегда свои свои коллективы или игра богов и однажды как вы думаете мать мать вот этой нашей молодой ведь она начала писать доносы но доносы так сказать складывались под сукно потому что никому это было не нужно но эти эти ее доносы дошли и до папского престола и уже тут когда однажды приехал представитель ну был большой скандал и ведьму загребли загребли в подвалы подвал инквизиции а тогда как раз перед большими праздниками любили устраивать вот это вот торжественное сожжение а тут тут было ну какое-то масштабное и более 30 ведьм специально держали за стенках чтобы устроить такое гуляние на несколько дней хорошее гуляние с сожжением ведьм там с фейерверками с ярмаркой в общем настоящий праздник веры но нашу нашу ведьму загребли начали допрашивать вообще-то допрашивали так немножко поскольку многие и знали ну как бы несколько формально но все равно мучение и понимание скорой смерти в общем колдун почувствовал сидя у себя в горах он почувствовал что с дочерью что-то не что что-то у него защемило сердце и осознал он это не знаю как каким образом знаете как как это у этих клубунов может быть какой-то там волшебная глющик как на эти свет мое зеркальце скажи может быть какой-то хрустальный шар хотя тогда и хрустальных шаров может быть какой-то бычий пузырь тот знаете как они узнают все это пойди разберись и понял он это все понял знал он нравы и не понимал что вот-вот буквально неделя и и будет будет это казнь и дочь его сожгут колдун и люди безжалостно чем там родственники тем более дочь которую не видел фиг знает сколько и тем более мать который его терпеть не могла и дочь видите сдала свою дочь из тоже из какого-то кто их знает вот она завидовала она была как бы тоже тоже как мы понимаем ведьмы и считала что дочь забрала частью магические силы и ради того чтобы получить ее обратно а плюс еще получить как говорится имущество какой-то дочери хотя имущество должны были эти визиторы хапнуть ну кто его знает мотивация была скорее всего вот такая магическая ревность видим видите нету у некоторых видим нету вообще не совести не сострадание даже к своим детям так бывает даже в этом мире и и пошел он пошел пошел в столицу добрался до нее буквально наверно за три дня и однажды ну проснувшись с утра король но на каком-то расстоянии человек странных одеждах разжег костер и какие-то достаточно но явно было что он колдовал в те времена ох как правители боялись колдовство потому что столько этого было и каждую болезнь каждого не неприятно списывали на колдовство а тут когда стража когда перед королевским дворцом какой-то идиот в рам в какой-то балахоне какие-то обряды бросает какую-то какие-то травы идет дым он поет какие-то песни стучит какой-то какой-то бубен это было просто это кошмар и конечно кавалеры дамы но вот это но тогда извиняйте телек это не было и такое шоу и конечно государь испугался и при но стража срочно схватила а тут как будто знаете у них глаза были отведены то есть пока король не увидел стражники стояли и как бы не замечали этого действия то есть колдун колдовал всю ночь и еще утром пока государь не под не продрал глаза то есть это был такой скандал вызвали инквизитора это в площадь эту но поливали святой водой чтобы все все это вот уничтоженность все эти колдовские прибабаны все это барабан этот бубен всю эту одежду колдовскую сорвались него и сожгли в общем была такая суета не не часто не часто на испанском дворе лишь такое шоу и конечно сплетни и слухи колдуна схватили и начали конечно тут же тут же жестко жестко с ним работать но так получалось то есть самый великий инквизитор пришел присутствовать при пик и когда значит колдуну начали заливать в горло а воду даже я бы сказал не просто воду в чем-то даже даже он спросил его отчеты то есть он даже узнал его в этом в этом уже таком потрепанном избитом потому что стражники постарались представляла узнал зачем ты колдун сказал честно я пришел забрать свою дочь инквизитор посмеялся на ты что с ума сошел ты устроил такое и вот твоя дочь попалась все буквально осталось там немножко там через три-четыре дня у нас праздник и мы будем там вот у нас есть там 35 ведьмы мы их сожжем и это будет хороший праздник и тебя мы тоже сожжем это в лучшем случае поэтому давай-ка ты это все все нам рассказывать иначе мы тут тебе сам понимаешь наши наши методы колдун сказал простые слова сказал я сейчас ничего тебе не скажу я тебе скажу только что то что я заколдовал и тебя и короля чтобы убедиться в чтобы ты понял пройдет некоторое время и ты сам придешь ко мне и меня мою дочь и всех ведьм которые ты при приготовил для сожжения ты отпустишь оденешь лучшие одежды и проводишь сам лично до ворот вот такой наглости он конечно даже ударил ударил дал дал пощечу своей холеной рукой с перстень и этот перстень порвал порвал оцарапал кундуна у него пошла кровь и ушел сказал ну давайте только постарайтесь чтобы он умел мог говорить палачей начали начали работу с вами и в этот момент когда визита пошел доложить доложить государю а вот этом король находился в ужасающем состоянии его просто корежило не болели кости его и инквизитор заметил шрам на его на его щеки шрам точно такой же шрам как у полдуна и увидев короля у него мелькнуло сознание что а вот она в чем дело но тут даже в его сознание облик возник облик колдуна и тот смеялся и сказал что вот ты видишь короля и он мучается также как сейчас мучаюсь я и он увидел что у короля на на руке прямо слезает ноготь то есть ноготь с кровью и то что делали делали с колдуном происходило тут же с королем и колдун засмеялся голоса в голове знаете сказал сейчас страдает король а пройдет еще час и то же самое будешь испытывать и ты тоже а потом будут испытывать все кто как-то имеет отношение к этому делу но тут видя что что король мучается инквизитор бросился обратно к себе благо это было недалеко и срочно приказал остановить пытки полдуна отвели в камеру перевязали инквизитор вернулся к королю и был вынужден рассказать ему был вынужден рассказать ему требованиях полдуна и о том что произошло король был в бешенстве но сделать еще больше он злился на инквизитор такой какой-то сделать тоже больше всех пострадал король и инквизитора еще не дошли вот эти вовремя остановил и действительно пришлось на следующий день все было там 35 лет и наш голдун хороших чистых одеждах ну кого-то везли на телеге потому что после пыта не все могли ходить и инквизитор сам сам лично и стражники вели с гирляндами цветов но с такими лицами то есть это был такой позор для святого инквизиции и собрался смотреть на это весь город весь город кто-то пытался свистеть и потому что ведьма ведьма отпускали это было невозможно это было непередаваемо такого никто никогда не видел и проводили их до ворот города и дальше инквизитор остался страшных не остались эта процессия скоро исчезла по пыльной дороге где-то в лесистой место куда они исчезли потом их посылали шпионов пытались найти но один крестьянин рассказал что он видел издалека на каком-то поле как это какой-то человек махнул руками в воздух и открылась ну как врата открылись врата такой круг и вот эти женщины вошли в него и друг закрылся может быть врал он но с тех пор не колдуна этих ведь никто не видит но инквизитору это как говорится срок не сошло за сотрудничество в общем-то его быстро сняли с должности и он как бы быстро умер ну скорее всего это был яд такой позор было тяжело перенести ну а король еще правил какое-то время но эта история ну до сих пор наверное есть такие легенды в Испании а может быть уже и нет все дорогие мои друзья вот такая простая история о колдунах, ведьмах и королях всего лишь сказки пока пока